Начало страшной войны. И свой спектакль, можно сказать, мы посвящаем той дате. Я вспоминаю мамины рассказы о войне. Думаю, читаю книги, фильмы смотрю, анализирую и сравниваю. И понимаю, что в каком бы веке и в какую страну не пришла война, больше всего от нее страдают самые маленькие, дети. Не знаю, как сказать слова благодарности тем, кто выживает в любой войне. Воспекта встречает река, утрябает, что-то не радует. И золото пеет в руках, успеет с тобой, кудрял, и мог ли я, страна моя, застает, а в речи города. И в рамках, успеет с тобой, кудрял, и мог ли я, страна моя, застает. КОНЕЦ Мы даем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, гирванские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. КОНЕЦ Мама, встал! Мама, встал! Мама, встал! Мама, встал! Берегите, Джей! И откройте ее! Почему вы не хотите поднимать? Мама, а папа вернется с войны! Что это? Все быстро, быстро уберем! Там уже немцы! Они же розы умерли мальчика! Я хочу в уроне! Мама, встал! Мой выбор, больная жизнь! Чего? Денька! Дайте мне, девушка! Пошли, что? Пошли, что? Пошли, что? Пошли, что? Пошли, что? Пошли, что? Анета! Анета, не бросай меня! Я не хочу в деток! Я буду здесь ждать маму! Вы не видели? Мой какой девочкой? Кто-нибудь видел девочкой? С красными леточками? В косичках? Это моя сестричка! Я буду смыть в виде лепестра, а я буду смыть! Анатолия, анатолий! Могу сверху в BETH, Анатолия! Я могу! Анатолия, Я буду хорошо чувствовать, боюсь, я могу! Я буду сказать, Попей! Будет легче. Алёша, я сегодня видела вас с Юрой и Ванечкой на станции. Что вы там делали? Ничего, были просто там гулять. Смотрели, может помочь кому надо. Вещички принесём, а потом по хозяйству поможет. Ванечка, это правда! Мы с ним хотели уехать! А ты ж бреда ты! Такие красные! Расстреливать надо! Боже, перестань! Я не могу уже! Мол, мы говорим, мы отнесём! Если бы ты бы у разведчиков в плен попал, ты бы сразу фашистам всё рассказал! Где наши танки, сколько самолётов, где же вы товарищи стали? Юра! Неправда, кто фашисты? А только у меня Степановна! Тебе отнесём! Мальчики! Мальчики, не стойтесь! Мамочка, правильно говори! Своих не нужно обманывать, а фронт, ваш фронт здесь. Учиться, работать и ждать своих близких, чтобы, когда родители найдут вас, приедут за вами! Мы смогли их встретить! Да, вместе по-моему! А моя мама тоже приедет! Обязательно, Людочка! Приедет! И папа! И папа вернётся! Я совсем их не помню! Помню только... Мама! И папа вернулся! Он подбрасывал меня вверх! А мама и Юра смеялись! Ну, как же ты не помнишь? Юра, покажи фотографию! Вот! Смотри! Это наш папа! Он на фронте! Фашистов бьёт! А вот это мама! Она сейчас дома! На сильно горлеет! На полеет! А вот это тётя! У нас не хватает тёти! А здесь? А здесь Людочка и я! Людочка и я! Людочка и я! И вот! Таня! Смотри! Это наша мама! Ты чего? Ну зачем же ты так? Ты ведь от нас же не виновата! Людочка! Не обижайся за Таню! Просто у Тани всех убили! Никого не осталось! Ни папы, ни мамы! Это неправда! Нет! Это неправда! Ну и папа вернётся! Он вернётся! Обязательно! А маму я понял! Мне фотографии не нужны! У меня... Убериться от мамы осталось! Мой папа ушёл на брон в первый же день! А я... Я понял, как мама ходила в поле! Колоски собирала! Она надела своё зелёное пальто, сапожки! Завернула в тёплое одеяло шестимесячную сестрёнку и... Пошла! Я хотела, чтобы она и меня с тобой взяла! И зацепляла из-за её пальто! Даже... Даже пуговицу оторвала! Но мама сказала, что я уже большая! И должна ждать её дома! И должна ждать её дома! Я сидела и ждала, когда она вернётся! Как вижу... Идут по дороге несколько человек! Среди них моя мама и сестрёнка! Около дома... Мама... Набернула голос! Посмотрела в окно! Я не знаю, видела ли она меня или нет! Фашист... Ударил её прикладом! А вечером... Пришла тетя Зина! Соседка наша! Она очень плакала! А меня... Меня она называла сиротинушкой! И... Взяла меня к себе! Мне постоянно сниться сон! Будто мама добит печь! Огонь ярко-ярко горит! Плачет моя сестрёнка! Мама меня зовёт! А я где-то далеко! И не слышу её! Мне постоянно сниться сон! Постоянно один и тот же! Я хочу, но я боюсь его увидеть! У меня даже фотографий мамины нет! Один этот сон! И... Мамина пуговица! Где у меня... Нет фотографий? Где у меня? Вот только... Книга! А у меня есть фотографии отца! Ты ври! Откуда? Он из сон-то прислал! Не ври! Тебе ещё не разу за все три года письма не было! Письма? Не было! А фотографий было! Покажи! Покажи! Ерунда! Это не твой отец! Да! Пиши! Покажи! 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 Если это твой отец! То ты ничего не должен за него жалеть! Не пожалеешь! Нет! И нож свой отдашь! Отдал! И... Компас! Да! Только отдай! На! Не нужен мне такой компас! Может и правда отец! Покажи! 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 Поезд дальше пошел почти без леты! Мы ехали очень... Очень медленно! И очень есть ехать! Покажи! 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 Нас вызывали и полили на вокзал! Была ночь! Николай Покажи! В вокзале ехал! Сказал, что здесь есть пища! Но... Переставел на вокзале куда не пройти! Прямо на лесах! Стояли! Сидели! Лежали люди! Там... Начиналась почерка! А мы... Мы стояли и смотрели на вокзал! Там было тепло! Там разговаривали люди! Горячие! Темнящиеся еду! Потом... Встал наш Николай Петрович стоящий! И что-то закричал! Мы думали, его никто не услышал! Такой тихий в него был голос! Но люди вокруг зашевелились! А потом какие-то люди взяли за руки! И образовали коридор! Человеческий коридор! Мы пошли через него! Качающийся! Живой! Мы не видели лиц! Просто стена больших и верных людей! И яркий свет дали! Свет! Где и нам стало очень тепло! Где и нам! Отварили по целой порции! Николай Петрович! О, уж! Он до войны учительом был! И потом, когда он в 41-м руку потерял! Все равно он охрану просился! Но его к нам! И я трем! И дома откажем! Он всегда смеялся и говорит, что мы самое большое токарство! И самое главное оружие страны ведь! Владислав говорит, что его в том, где я сейчас полно достал! Поэтому он умный! Настоящий директор! Был добрый! Николай, что это чушка! Как он пришел, больше сразу стали меньше! Ворует как? Так одним словом, чушка! А-а-а! А я тогда выросла! То есть стану директором! Директором чего? Не знаю еще! Ну, обязательно стану директором! Хорошим был, как Николай Петрович! А толстым, как чушки! А-а-а! Стой! 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 А я ведь сестрой стал! Да у меня Петрович! Вот эта траваточка раздыхается! Я сама из-за трава! Это правда! А когда у меня живот болел! Кира меня пожевать догадила! И вот прошел! А моя Люка тоже медсестрой стала! Я совсем не помню родителей! Помню только, как ночью, еще до войны, нам какие-то дядьки пришли! И мама с ними ушла! И папа! Мама все повторяла! Аню, только береги, Женечку! Главное, чтоб от потолка угорела! И мама, эти волосы, это ведь совсем золотые! Больше я их не видела! Мы с вами цветной домашней! Аня-то совсем взрослая была! И волосы! Волосы у нее такие же! Такие же золотые! Как и у мамы были! Помню, как Аня-то взрослые косички! А потом... А потом... Она на фронт ушла! Но сказал, что обидать не верю можно! Аня-то меня никогда не обманывала! А я дочь генерала! Я об этом не раз рассказывала! У меня было все! Красивые платья, подарки, конфеты, игрушки! Зачем? Зачем эта война? Ну, кто ее придумал? Я хочу к папе! Он генерал! Понимаете? Генерал! Да! Генерал! Помой папа! Пойди! Ну, что ему делать на этой войне? Он стал почти заслуженным! Мы всегда с мамой любили наиболее церковь! Он всегда-всегда бил! Когда у него было хорошее настроение! Он начинал меня танцевать! Крутится, летится! Хочет упасть! Королюбажник хочет украсть! Крутится, летится! 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 Хочет украсть! Я, когда выросну, стала артисткой, как папа, и кукла себе много, много платьев, и никогда не подносить серые платья. Я тоже? Тоже вкусные платья? Кукла. Кукла. Ай. Ну, как же? Мы тогда на вокзал приезжаем с мамой. Мама чемодан собирала, и сказала, что нужно взять только самое необходимое. И я взяла куклу. Она не помещалась о чемодане, и я не знала кукла. А когда началась бомбежка, прямо на вокзале, я упала, и кукла выпала из рук. Закрепилась, что два года. Я кричала, но мама тащила меня в другую сторону. А я, я куплю хлеба. Много, много хлеба. И всем детям раздам, чтобы не нужно было есть затирку, макуху, картошку морзу, почки на деревьях. А потом у нас в Минграде нижние ветки на деревьях. Были без коры и лисы. Все почки съедали. Мы сессой ели обои. У них был клей. Это был муж завтрак. У суповой и пяточки. Все, все едет. Даже кошек и собак. Их когда вообще не осталось. А я, я мечтала поймать воробья и съесть. У моей подружки со всеми на домах. У тебя семья умерла. Сперва дедушка, потом бабушка, потом мама. Она ушла во двор колонки, вернулась, а мама умерла. Поэтому я боялась свою маму оставлять хоть на одну минуточку. Я думала, что если я буду все время с мамой, то с ним ничего не случится. Помню, мама родила маленький бумажный мешочек. У него был сахар. Это был наш золотой запас. Мама однажды. Мама заболела. Ей нужно было припос. Сахар. Все минусы ведь решили достать наш заветный мешочек. И мама, мама будет обязательно, грубые сахар. И я искала, искала, в лесном перерывах. Катя вместе со мной спала. А вечером призналась, что с силами сахара. Знала, что нельзя, не съела. И пила, кусала, царапала. А потом мама и бабушка утром просто не проснулись. А Катя после этого перестала разговаривать. А до войны она такая молодушка была. Мама ее ученочка называла. Катя. Катя. Когда война закончилась, повернулась в Минград. Я пойду работать. Заработаю много. Новый день. Обязательно. Слышишь? Обязательно эта голубочка. А еще я куплю хлеба. Новый. Новый хлеб. И сахара. А у меня сегодня с ним за сон. Будто папа стоит на сцене и так красиво боет. И с мамой этим подняться и подарить ему цветы. Но мы не можем. Я кричу, кричу, а он меня не слышит. Так страшно стало почему-то. А где твоя мама, Катя? Она на вокзале потерялась. Но она обязательно найдется после войны. Обязательно. Ребята, мы сегодня отправляем все бальчики и носки, которые вы вязали для наших солдат. Вы можете написать им письма, нарисовать рисунки и мы тоже отправим в посылки. Я напишу командиру полка, в котором служил мой папа. Здравствуйте, товарищ командир. Я сын старшины Воськова. Когда она получила на полку похоронки, она сильно заболела. После того, как ее отправили в больницу, я ее уже не видел. Но я уже совсем взрослый. Мне 14 лет. Возьмите меня к себе на фронт. Я умею стрелять. Я хочу отомстить за нашу родину, за маму, за папу. А я папе напишу. Здравствуйте, товарищ генерал. Здравствуйте, папа. Когда вы с мамой ушли на фронт, меня отправили в интернат для детей военных. Но потом интернат разбомбили. Папа, где дом? Но мне здесь очень, очень нравится. Сплю я на крахмале до простынки. А на завтрак они дают мою любимую кашу, чай и полочку. А я напишу своей сестре. Анюта, Анюта, ты за меня не волнуйся. Я не болею. У нас здесь очень тепло. Берегись себя, и мы обязательно увидимся. Папа, я много читаю. Игрей в парке. А по разницу нам дают новые красивые платики. Ух, потому что слез их нет. А я, я лучше напишу потом, что будет. Дорогой товарищ боец, когда вы разобрете фашистов, начнется самая замечательная жизнь. Мы соберемся всей струной и устроим большой концерт, где будем петь и на веселые и наносные песни. Ребята, мы можем устроить с вами концерт и выступить у нас на заводе для наших шефов и госпиталя. И я буду спеть. Ты? Глуп со спытком. Глуп со спытком. Глуп со спытком. Это оттуда тут я, вы с друзьями, послушайте меня. Поехали без скол, быстро, я поюшу. Песня вы меня, что я выложу. И без правдом стучаясь без меня. Ванечка, ты поешь замечательно. А главное – громко. Но мы выберем другую песню. А давайте споем песню о ветре. Давайте. Как песня нам такой веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер. Моля и горы те отшают все на свете. И все на свете песни слыхал. Давайте репетируем. Пойдемте. Юра, иди сюда. Да. Юра, с Людочкой письмо пришло. От мамы. Юра. Иди сюда. Давид. Наги. Ветер. Сытого. Ветер. Ветер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Может, он все-таки попал на фронт? Не знаю. Он хотел отомстить за отца, за сожженную деревню. Мы все хотели помочь нашим вольцам, но больше на фронт не бежали, а просто старались работать в цехах и госпиталях еще лучше. А потом наступило листа сорок пятого, стали прижимать родные. Но не ко всем. Но мы все мечтали и ждали. И даже те, кто совсем не помнил своих родителей, и даже те, кто знал, что родителей больше нет, все равно ждали. Юра, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. И мы с Юточкой остались. Мы писали вашей тете, спрашивали, может ли она вас забрать. К сожалению, она... Вот это Юточка, а это я. А еще? Еще и здесь Юточка, и здесь. А больше никого нет. Ни мамы, ни папы. Есть мы. Смотри, как нас много, тебя много. И меня много. Нас ведь очень много. Правда? Смотри, как нас много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok